Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 2 сентября. Житие и страдания святого мученика Маманта. Святой мученик Христос Мамант родился в Пафлагонии, провинции Римской империи, находившейся на юге Малой Азии. Родители его, Феодот и Руфина, были люди знатные. Оба они происходили из рода патрициев. Та высшая сословия Римской империи, соответствующая нашему родовитому дворянству, называлась патрициями, были в чести, богаты и сияли благочестием. Они не могли долго скрывать в себе свои веры во Христа и горячей любви к Нему. А открыто перед всеми исповедали свое благочестие и многих обратили ко Христу. Почему на них донесли Александру, наместнику города Гангры? Наместнику же Сему дана была царя повеление всевозможными мерами распространять и утверждать почитание языческих богов. Христиан же из тех, кто не повинуется этому царскому повелению, мучить и убивать. Призвав Феодота к себе на суд, Александр стал принуждать его принести жертву идолам. Но Феодот даже и слышать не хотел того, что говорил ему наместник. Александр, хотя и готов был тотчас же предать на мучение ослушника, однако удержался от всего вследствие знатного происхождения Феодота, ибо не имел он права бесчестить и мучить потомков патрициев без особого натоцарского дозволения. Посему Александр отослал Феодота в Кесарию Каппадокийскую. Это имя Кесария носили несколько городов. Кесария – главный город Римской империи, Каппадокии, был впоследствии разрушен землетрясением. К правителю Фавсту. Сей правитель, насколько был усерден в своем безбожном нечестии, настолько был жесток в отношении к христианам. Увиду Феодота, Фавст тотчас заключил его в темницу. Последовала за мужем своим и жена Феодота, блаженная Руфина, хотя и была в это время беременна, она вместе с ним пошла в темницу и здесь претерпевала страдания за Христа. Феодот знал немощь тела своего и видел лютую жестокость мучителя, но желал лучше умереть, нежели погрешить в чем-либо против благочестия. Боя же, что не хватит у него сил перенести предстоящие тяжкие мучения, он обратился с усердной молитвой к Господу. Господи Божий сил, молился Феодот, отче возлюбленного сына твоего, благословляю и прославляю тебя за то, что сподобил меня быть верным в темницу сию за имя твое. Но молю тебя, Господи, ты ведаешь немощь мою, прими же дух мой в этой темнице, да не похвалится о мне враг мой. Бог, создавший на единое сердце наше и разумевающие все дела наши, услышал верного раба своего и вскоре послал ему блаженную кончину, изведя душу его из темницы тела. Он вселил ее в светлые обители небесные. Жена же Феодота, блаженная Русина, претерпевая в темнице нежду и страдания и объятая великой скорби по своему муже, преждевременно родила сына. Взерона новорожденного и на бездыханное тело своего мужа, она с сокрушением и слезами молилась Богу. Боже, создав и человека, и из ребра его сотворил и жену. Повели, да и я пойду тем же путем, коим пошел муж мой. И разреши мне от всего кратковременного жития прими вечные твои обители. Рожде нужен младенца, ты сам воспитай, как ведаешь. Будь для него отцом и матерью, и хранителем жизни его. Взывая так в своей печали к Богу, эта честная и святая жена была ему слышана и разрешена от уст тела и отошла на вечную свободу, предав душу своей в руки Господа. Младенец же остался живым посреди мертвых своих родителей. Тогда хранящий младенца в Господь благоизволил открыть ослухившимся одной знатной благочестивой женщине по имени Аммии, жившей в Кесарии. В сонном видении он через своего ангела повелел ей спросить у правителя тела святых, приставившихся в темнице, и в счастье их похоронить. Младенца же взять к себе и воспитать его вместо сына. Проснувшись, Аммия поспешила исполнить, что повелел ей Господь, и стала просить у правителя позволения взять из темницы тела умерших узников. Бог преклонил на милость жестокое сердце правителя, и тот не воспрепятствовал желанию почтенной женщины. И вот Аммия, войдя в темницу, обрела тела обоих узников, лежащих рядом, а посреди них красивого и радостного младенца. Взявши тела святых, она с честью похоронила их в своем саду, а младенца взяла к себе. Она была бездетная вдова и целомудренно проводила жизнь свою. Полюбив младенца как своего сына, она воспитывала его по-христиански. Младенец возрастал, но до пятилет ничего не говорил. Первое же слово, какое он сказал Аммии, ставшее для него как у второй матери, было «мама», значит «сосы» или «мать». И от этого слово был назван «мамантом». Аммия отдала его учиться грамоте, но он вскоре настолько превзошел в своих свестниках, что все дивились его разуму. Тогда в Риме царь стал нечестивый Аврелиан, 270-275-е годы. Он принуждал всех поклоняться идолам, и не только взрослых мужей и жен, но и малых отроков, причем на детей обращал даже особенное свое внимание, надеясь, что они, как малолетние, неразумные, легко могут быть прещены и направляемы на всякое злое дело. К тому же нечестивый царь думал, что дети с юных лет привыкнув кушать жертвенное мясо, подстарость делаются более усердными идолопоклонниками. Посему различными ласками он приводил их к своему нечестию. Многие из отроков и даже юношей действительно поддавались прельщению и повиновались воле царской. Но те, кто были товарищами маманта по школе, следуя его наставлениям, не исполняли царских повелений. Ибо мамант в юных летах, имея седину мудрость и возраст старости житие нескверное, доказывал товарищам своим ничтожество языческих богов, бездушных и бессильных, и поучал их познавать единого истинного бога, кого его почитал сам, и приносить ему духовную жертву, дух сокрушенный и смиренное сердца. В то время был прислан от царя в Песарии на место фавста другой правитель по имени Демокрит. Он был великим ревнителем своей нечестивой и безбожной веры, и как бы дышал гонением и убийством на христиан. Ему донесли о маманте, что тот не только сам не кланяется богам, но и других отроков с ним учащихся развращает и научает христианской вере. Маманту в то время шел пятнадцатый год от рождения. Он был уже снова сиротой, так как вторая мать его Аммия, оставив приемному сыну своему святому маманту, как единственному наследнику большое имущество, отошла к небесному богатству, уготованному любящим Бога. Демокрит, услыхав о маманте, послал за ним, и когда его привели, прежде всего спросил, «Христианин ли он? И правда ли, что он не только сам не поклоняется богам, но и развращает своих товарищей, научая их не повиноваться царскому повелению?» Юный маман, как совершенно и зрелый муж, безбоязненно отвечал, «Я тот самый, кто за ничто считает вашу мудрых. Вы совратились с прямого пути и блуждаете в такой тьме, что даже смотреть не можете на свет истины. Оставив истинного и живого бога, вы приступили к бесам и кланитесь бездушным и глухим идолам. Я же от Христа моего никогда не отступлю и стараюсь всех, кого только могу, обращать к нему». Изумленный таким дерзновением, ответом маманта, Демокрит разгнелся и приказал немедленно вести его в храм скверного их бога Сераписа. И там силой заставить принести жертву идолу. Серапис – это языческое божество, изображавшееся в виде мужчины на троне, со скипетром в руках и орлом у ног. На голове корзина – символ обилия. Он олицетворял собой мужественную и производительную силу природы. Во времена мученика маманта почитание этого идола в Римской империи было особенно распространенным. Маманн же, нисколько не боясь гнева правителя, спокойно возразил ему «Не должно тебе оскорблять меня. Я сын родителей, происходивших из знатного сенаторского рода». Тогда Демокрит спросил предстоящих о происхождении маманта и, узнав, что он родом от древних римских сановников и что Аммия – знатная и богатая женщина, воспитала его и сделала наследником своего богатого имущества, не решился предавать его мукам, ибо и в самом деле не имел на то права. Посему возложил на него железные оковы, а тостал его к царю Аврелиану, бывшему тогда в городе Эгах, и в письме объяснил ему все, что касается маманта. Царь, получив письмо Демокрита и прочитав его, тот, чек приказал привести к себе юного маманта. Когда мученик пристал перед ним, царь всячески стал склонять его к своему нечестию, то угрозами, то ласками, обещая дары и почести, и говорил «Прекрасный юноша, если ты приступишь к великому Серапису и принесешь ему жертву, то будешь жить с нами во дворце, по-царски будешь воспитан, и все тебя будут почитать и восхвалять, и воистину счастлив будешь. И если же не послушаешь меня, то жестоко погибнешь». Но юный мамант мужественно отвечал ему «О, царь, да не будет того, чтобы я поклонился бездушным идолам, коих вы почитаете как богов. Сколь безумны вы, кланяясь с дерева и бесчувственному камню, а не живому богу. Перестань обольщать меня льстивыми словами, ибо когда ты думаешь, что оказываешь мне благодеяние, то на самом деле мучаешь. А когда мучаешь, то оказываешь тем благодеяние. Знай же, что все обещанные тобой мне благодеяния, дары и почести сделали бы для меня тяжкими муками, если бы я возлюбил их вместо Христа. А тяжкие муки, которым ты обещаешь предать меня ради имени Христа, будут для меня великим благодеянием, ибо смерть за Христа моего для меня дороже всяких почестей и стяжаний. Так бесстрашно говорил перед царем святой мамант, в юношеском теле имея разум и сердце возрастного мужа, ибо стила Божия и малого отрока может явить непреодолимым Голиафом из уст младенцев совершить хвалу себе, и малолетнее дитя умудрить настолько, что он будет понимать лучше старцев. Все это и исполнилось на юном маманте. Не убедили его слова царя беззаконного, не прелестили дары, не устрашили мучения, кое он принял с большей радостью, чем великие почести. Разгневанный мучитель тотчас же приказал бить его без пощады, но святой мамант переносил мучения с таким терпением, как будто бы не чувствовал никакой боли. Царь говорил ему, «Обещай только, что принесешь жертву богам, и тотчас будешь освобожден от мучения». Мученик же отвечал, «Ни сердцем, ни устами не отрекусь я от Бога и Царя моего Иисуса Христа. Хотя бы в десять тысяч раз больше нанесли мне ран. Раны эти соединяют меня с возлюбленным Господом моим. И я желаю, чтобы не уставали руки моих мучителей, ибо чем больше они бьют меня, тем больше доставляют мне благ у подвига положника Христа. Аврелиан, видя, что мамант немало не страшит со страданий, приказал опалить тело его свечами. На огонь, как бы устудясь тело мученика, не прикоснулся к нему, а обратился на лица мучителей. И возгорел царь гневом, и воспламенел яростью сильнее, чем мученик Христов огнем вещественным. Ибо насколько тот не обращал внимания на огонь, настолько сердце мучителя воспламенялось. И приказал царь побить святого маманта камнями. Но сие страдания для мученика, объятого любовью ко Христу, было так приятно, как будто бы кто осыпал его благовонными цветами. Тогда царь, видя, что ничем не может добиться успеха, осудил мученика на смерть и повелел бросить его в море. Привязав на шею его тяжелый свинец, слуги царские повели его к морю. Но и здесь не оставил Господь раба своего, ангелом своим заповедует сохранить его. На пути к морю явился ангел Господень, блестящий, как молния. Увидев его, слуги оставили святого маманта и со страхом бежали назад. Ангел, завзяв мученика, отвязал свинец и, приведя на высокую гору в пустыне близки Сарии, повелел ему жить там. Житье в пустыне святой мамант начал постом. На горе той он постился сорок дней и сорок ночей. И явился как бы второй Моисей, коему в руки дан был новый закон. Ибо сошел к нему с неба голос и жезу. Приняв сей жезу, мамант по повелению свыше ударил им в землю, и тотчас из глубины земли явилась Евангелие. После всего построил он небольшую церковь и молился в ней, читая святое Евангелие. По повелению Божьих, святому маманту собирались из этой пустыни звери, как овцы к пастырю. И как будто существа разумные слушали его и повиновались ему. Пищей ему служило молоко диких зверей, из коего он изготовлял сыр. И не только для себя, но и для бедных. Ибо, наготовив много сыру, он носил его в город Кесарии и раздавал бедным. Вскоре по всей Кесарии распространился слух о маманте. Тогда Александр, не то такой им было упомянуто выше, но другой, поставленный в то время наместником в Каппадокии. Человек жестокий и очень злой. Узнав все о маманте, счел его за чародея и послал воинов на конях в пустыню разыскать его и привезти к себе. Сойдя с горы, святой мамант сам встретил всадников и спросил, кого они ищут. Я думаю, что это пастух, пастущий на горе своих овец, ответили. Мы ищем маманта, который живет где-то в этой пустыне. Не знаешь ли ты его, где он? Зачем вы ищете его? Спросил их мамант. Воины отвечали. На него донесли наместнику, что он чародей. И вот наместник послал вас взять его для мучения. Тогда мамант сказал им, Я расскажу вам, друзья мои, о нем, но прежде войдите в хижину мою и отдохнув немного от труда, подкрепитесь пищей. Воины пошли с ним в его жилище, и он предложил им сыру. Когда они стали есть, пришли лани и дикие козы, кои привыкли, чтобы их доил святой подвижник. Мамант надоил молока и предложил воинам пить, а сам встал на молитву. И стало собираться еще больше зверей. Убедав их, воины испугались и бросить пищу пришли к маманту. Он успокоил их, а затем объявил, что он и есть тот самый мамант, которого они ищут. Тогда они сказали ему, Если сам ты желаешь идти к наместнику, то иди с нами, если же не хочешь, то отпусти нас от них, ибо мы не смеем вести тебя, но просим тебя, чтобы звери не трогали нас. Успокоив воинов, мамант велел идти им вперед. Идите, сказал он, сначала вы, а я пойду вслед за вами один. Удалившись оттуда, воины ожидали пришествия маманта у городских ворот, ибо вполне верили словам такого дивного мужа, и даже подумать не могли о нем что-нибудь дурное. Мамант же, взяв с собой льва, пошел вслед за воинами. Когда он вошел в городские ворота, лев остался за городом. Воины же, взявши маманта, представили его к наместнику Александру. Наместник, увидев святого, тотчас начал допрашивать его. «Ты ли тот самый чародей, о котором я слышал?» сказал он. Святой же отвечал. «Я раб Иисуса Христа, посылающего спасение всем верующим в Него и исполняющим воли Его. Волхвом же и чародеев, предающего вечному огню. Скажи мне, зачем ты призвал меня к себе?» Затем отвечал наместник, что не ведая, какими волхвованиями и чарами ты настолько укротил диких и лютых зверей, что живешь посреди них, и, как я слышал, повелеваешь ими, как будто существами разумными. Святой мамант на это сказал. «Кто служит Богу единому, живому и истинному, тот никак не согласится жить с седлопоклонниками и злодеями. Посему я пожелаю лучше жить с дверями в пустыне, нежели с вами, в селениях грешников. Ибо звери укращаются и повинуются мне вовсе не волхвованием, как ты думаешь. Я даже не знаю, в чем состоит волхвование. Но хотя они неразумные существа, однако умеют бояться Бога и почитать рабов Его. Вы же гораздо неразумнее зверей, ибо не почитаете истинного Бога и бесчестите рабов Его, без милосердия их мучая и убивая». Наместник пришел в ярость, услышав такие слова, и тотчас приказал повесить святого мученика, бить и строгать железными когтями тело его. Но мученик, хотя и сильно был уязвляем, переносил это с таким мужеством, как будто бы не чувствовал никакого страдания. Он не скрикнул, не застонал, и только с умилением, возводя очи свои на небо, оттуда ожидал помощи, каковую действительно и получил, ибо внезапно был к нему с неба голос глаголющий «Крепись и умужайся, мамант!» Голос этот слышали многие из предстоящих здесь верующих и еще более утвердились в своей вере. Святой же мамант, совершенно укрепленный тем голосом, нисколько не думал о муках. Долго мучили святого, строгая его тело. Наконец бросили его в темницу на время, пока приготовят печь, в кое задумали сжечь его. В темнице сидело до сорока других узников. Когда они изнемогли от голода и жажды, святой мамант помолился, и вот через окон влетел в темницу голубь, держа во рту пищу, светлую, как бисер, и слаще меду. Положив ее перед святым мамантом, голубь вылетел вон. Пища та для всех узников умножилась, как некогда умножились в пустыне малые хлебы и доль множества народа. Кусив этой чудесной пищи, узники подкрепились. И снова по молитве святого маманта в полность открылись двери темницы, и все узники вышли. Остался только один святой мамант. Когда же сильно разгорелась печь, мученик был выведен из темницы и ввержен в эту огненную печь. Но Бог никогда, некогда оросивший печь вавилонскую для трех отроков, и для маманта оросил огонь, и посреди горящего пламени соделал рабу своему прохладу. Мученик, воспевая и славя в той печи Бога, пробыл в ней три дня, пока печь совершенно не остыла, и уголи не обратились в пепел. Через три дня наместник, увидев, что мамант еще жив, изумился и сказал, «Уже ли так велика сила чародея этого, что даже огонь не может его касаться?» Многие же из народа, увидав, что огонь немало не коснулся святого и не сделал ему вреда, познали истинного Бога и приписывая ему единому чудо себе, прославляли силу его. Безумный же наместник не восхотел, однако, познать всемогущего Бога, но, изведя мученика из печи и видя, что огонь не повредил ему, приписал это чародейству и многие хулы говорил на истину. Наконец он осудил мученика на съедение зверя. Привели святого в цирк и выпустили на него голодную медведицу, но она, приблизившись, поклонилась к святому и лежала у ног его, обнимая стопы его. Цирком называлась площадь, огороженная рядом с камеей или стеной. Там происходили состязания бойцов между собой и со зверями. На эту площадь или арену бросали христиан и потом выпускали сюда хищных зверей, которые содержались при цирке в особых клетках. Потом выпустили леопарда, но и тот с кротостью обнял шею его, целовал лицо и облизывал пот с тела его. В это время прибежал лес, тот самый, который пришел святым из пустыни. И, скатив цирк, проговорил к святому человеческим голосом, ибо Бог в явлении всемогущей своей силы открыл устав зверю, как некогда ослицей Валаамовой. Следующие слова. Ты, пастырь мой, который пас меня на горе. И, проговорив сие, тотчас бросился на народ, которого там было бесчисленное множество, и еленов, и иудеев, и взрослых, и детей. По воле Божией двери цирка заперлись сами собой, и растерзал там зверь множество народа, так что едва спасся сам наместник. Весьма немногие из бывших цирки избежали ярости льва, который хватало держал всех с лютостью. Но святой укротил льва и отослал его в пустыню. Наместник же снова схватил святого, продержал его некоторое время в темнице, и, выведя вторично в цирк, выпустил на него самого свирепого льва. Но и этот лев мгновенно стал кротким, лежал у ног святого. Видя это, народ от гнева скрижетал зубами на святого и кричал наместнику, «Уведен вас! А мы этого чародея побьем камнями!» И стали бросать камни в мученика. Один же из языческих жрецов по повелению мучителя сильно ударил святого трезубцем в чрево и рассек его, так что из чрева выпали все внутренности. Подобрав их и держа собственными руками, святой мамант пошел вон из города. Кровь его, истекающая, как воду, одна из верующих женщин собирала в сосуд. Пройдя около двухсот сожений, святой мамант обрел на каменной скале пещеру и уснул в ней. Здесь он услышал голос с неба, призывающий его в горнее селение, и с радостью предал дух свой в руки Господа, за кое его усердно пострадал. Скончался в 275 году. Так святой мамант приял венец мученический. Святые мощи его были погребены верующими на месте кончины, и там совершались многие исцеления, чудеса, и, как это ясно видно, из слов святого Василия Великого, который в своей проповеди к народу на память святого мученика маманта говорит, «Поминайте святого мученика, тех, кто видел его в видении, кто из живших на всем месте имеет его помощником, кому из призывающих имя его он помог самым делом, кого из заблуждающих в жизни наставил, кого от недугов исцелил, чьих детей уже умерших снова возвратил к жизни, чью жизнь продолжил. Все, собравшись своей вина, принесите хвалу мученику». Когда Ильян, отступник, царство в 1061-1063 годы, еще будучи в молодых летах и желая оставить по себе памятник благочестия, хотя уже и в то время был волком в овечьей шкуре, начал строить честь святого мученика-маманта над его гробницей великолепную церковь, делала же это не по благочестию, а и тщеславие и лицемерие. Тогда воистину можно было видеть преславное чудо, ибо что днем завидалось, то в ночь разрушалось, поставленные столбы обращались в груду, а одни из камней не могли как следует держаться на стене, другие делались твердыми, так что нельзя было тесать их, иные в прах рассыпались, цемен же и кирпичи каждое утро находили как бы рассыпанные от ветра и развеянными со своего места, и это было обличением зловерия Елеана и знамением его будущего гонения на церковь Божию. Он, сделавшись императором, отступил от христианской веры и поставил задачей своей жизни восстановление иезущества, посему и называется Юлиан Отступник. Богу нашему слава! Во веки веков! Аминь! Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok